Дистанция соревнований по спортивному ориентированию проходит по территории лесного массива. Спортсмены преодолевают ее, ориентируясь по карте. На ней нанесено множество контрольных пунктов, на которых участник должен отметиться, выбирая оптимальную последовательность. По словам любителей данного вида спорта, человек, который хоть раз прошел дистанцию ориентирования, уже не сможет поменять это увлечение на какое-то другое. Это общение людей с природой, общение природы с человеком. То есть в ориентировании люди находят новых друзей и, как сказать, от этого уже не уйдешь. Это как наркотик. В соревнованиях приняло участие около 300 человек, от новичков до профессионалов в данном виде спорта. Дистанции соответствовали как возрасту участников, так и их подготовленности. Элитная дистанция, то есть дистанция для профессионалов, которые боролись за настоящее золото, серебро и бронзу, составила у мужчин. 7 километров 190 метров, у женщин 6 километров 120 метров. Дистанции любителей от 1 километра 800 метров до 5,5 километров. Для спортсменов, проходивших дистанции ориентирования в различных регионах России, подмосковный лес оказался непростым испытанием. Лес достаточно трудный, много таких мест тяжелых, непроходимых. Ну, это зеленка, болото. Но, в принципе, если не обращать на эти пустяки внимания, то можно нормально пробежать, медленно и рассуждая всю дорогу. По итогам соревнований было определено 54 победителя в разных возрастных категориях и на различных дистанциях. Среди профессионалов лучшими стали у мужчин Александр Щербаков из Воронежского синтеза, Егор Костылев из Фрязинского КСО и Алексей Бортник из Московского искателя. У женщин Татьяна Яксанова из Владимирского цемента, Елена Самохина из Тулы и Екатерина Коломнина из Московской спортивной детской юношеской школы. Медалями и подарками спортсменов наградили глава Солнечногорского района и руководство завода «Сенеж».